Кто там у нас в приёмной? Ёлкин с матерью пришли? Пусть заходят. Здравствуйте, Семён Николаевич. Мария Сергеевна, дорогая, здравствуйте. Здравствуйте. Рад, что вы пришли. Здравствуйте, Семён Петрович. Здравствуйте. Здравствуй, Ёлкин, здравствуй. Сюда встань. Сюда встать, сказала. Сюда подойди. Мария Сергеевна, вы присаживайте. Спасибо. Присаживайте. Водички хотите? Да, хочу. Хочу. Валерьяночки вам накапать, как обычно? Лучше коньячку накапать. О, извините, я забыл, где я нахожусь. Благодарю. Что дай? Что дай? Я уже директору школы как на работу хожу каждый день. Извини, Семён Петрович. Мария Сергеевна, попейте водички. Благодарю. Ну, что? Опять что-то натворил. Да натворил, Мария Сергеевна. Натворил, к сожалению. Я бы так вас не вызывал, Мария Сергеевна, но сегодня произошёл случай из ряда бон. Ваш Николай дёрнул за косичку Машу Петрову. Ну, Семён Петрович, вы, конечно, меня извините, но это нормально, когда мальчик дёргает девочку за косичку? Да, это нормально абсолютно. Мария Сергеевна, вы считаете это нормально? О, не рассчитал. Ты не рассчитал? А ты подумал, как девочка с одной косичкой будет по улице ходить? Да. Ну, допустим, не с одной. Для симметрии дёрнул. Сейчас нормально смотрится. Может, тебя тоже за что-то дёрнут для симметрии? Паразит ты такой, паразит. Мария Сергеевна. Да, извините, Семён Петрович. Попейте водички. Что, он ещё что-то говорит? Больше ничего. Да нет, Николай, у меня все твои подвиги записаны. 9 февраля Николай Ёлкин, учительница литературы, студентка, практикантка, решила устроить урок неклассного чтения. Так мало того, что ваш Николай сорвал урок, он ещё притащил в школу трёх своих друзей. Кого ты притащил? Она сказала, будем читать ремарк. Возьмите с собой три товарища. А зачем вы притащили с собой водку? Так она сказала, захватите горького на дне, я взял. Там было-то всё, на дне-то всё. Так вот куда моя настойка делась от давления. Ну я тебе дома сделаю в неклассное чтение всадником без головы. Я тебе голову оторву, понимаешь? И будешь бегать по квартире с оторванной головой и кричать я чик-кач-кук, чик-кач-кук. Мария Сергеевна. Семён Петрович, вмешайте, что-то такое. Присядьте, пожалуйста. Извините, Семён Петрович. И попейте водички. Что он ещё что-то на твое? Больше ничего. Да нет, увы. 12 февраля. Мария Сергеевна. Извините. Меня послушайте. Да. Николай Ёлкин склеил учительницу физики Лидию Николаевну. Семён Петрович, вы, конечно, меня извините, но мальчику ещё не 13 лет. Чем он может склеить? Да, кстати. Клеем, Мария Сергеевна, клеем. Он налил ей на стул суперклей. Женщина за целый день так и не смогла отклеиться, шла домой со стулом, прыгала как кенгуру. А он снял её на видео и выложил в Ютьюб. Ну и чё? Зато за два дня миллион просмотров. Я сделал из неё звезду. Была обычная училка, я сделал из неё звезду. Сейчас из тебя звезду сделаю. Я сейчас тебя как звездану. Мария Сергеевна. А то и вас приклею. Попейте водички. Да. 13 февраля. На перемене взял скелет из кабинета биологии и засунул его в шкаф учительства. Наша залыча, Антонина Андреевна, 57 лет, открыла дверь. На неё упал скелет, женщина от страха родила. Ну, родила она, допустим, не от страха, а от из рук. Знаешь что, это не твоё дело, от кого учителя рожают. Мама, это не моё дело. Ты должен хорошо учиться, вести себя хорошо. Мария Сергеевна. Извините, Семёна Петрович. Попейте водички. Садись, мам, попейте. Я сяду. Ты мне ещё указывать будешь. Мария Сергеевна, попейте водички. Спасибо, Семёна Петрович. Я прошу прощения, но неужели оно такое тупое? Да нет, ну что вы, ну что вы. Ваш Коля очень способный мальчик. Да, кстати. Да. Совсем недавно на лабораторной по химии наш юный Менделеев с помощью спиртовки, щёлочи и соляной кислоты выгнал 3 литра самогона. Ну можешь же. Ну умеешь же. Почему же у тебя по химии одни двойки? Мама, зато есть деньги у нас сейчас. Я рецепт продал трудовику, всё в порядке. Подождите, так... Прежде чем наезжать, думай. Так вот почему он вторую неделю на работу не выходит. А недавно ваш Коля записался на кружок по рисованию. Кстати, да. Мы-то все обрадовались, думали, мальчика наконец-то потянуло на высокое искусство. Нет, я всё покажу, Николай. Я всё покажу. А оказалось, знаете, что он нарисовал? Что? Полюбуйтесь. Ну пока. Он своими рисунками три дня в буфете расплачивался. Одних пирожных на 8 тысяч съел. Тошлило потом. Слышь ты, Рембрандт. Спасибо. Если ты так хорошо рисуешь, почему дома жрать нечего? Почему мать ходит без сапог, без шубы? Почему? Мария Сергеевна. И самое вопиющее. Объясни мне, на каком основании зачем ты ругался нехорошими словами на уроке физкультуры? Ты уже знаешь плохие слова? Ни одного. Так что произошло-то? Что? Физрук попросил обложить матами козла. Ну? Ну? Ну я обложил. Кого? Кого? Серёгу Рахитного обложил. А что он списывать не даёт? Он вообще не даёт списывать. Как оставь покурить, так Коля. Как списать, так дудки. Что, не козёл? Не, ну козёл, я согласен. Мария Сергеевна. Как тебе действительно? Извините, Семен Петрович. Чесайте, Мария Сергеевна. Вот, пожалуйста, список слов, ознакомьтесь. Ага. Ничего себе! Был бы у меня такой список лет 20 назад. У меня бы жизнь по-другому пошла. А что означает расквадрать твою гипотенузу, ядрить? Это для дальше не надо, пожалуйста. Что это значит? Что? Ну, это типа того, как, дорогой товарищ, друг, соратник и брат. Не могли бы вы не воздействовать на моё айкёю в этом храме добра, труда, науки и спорта? Ёлки, ёлки. Всё ёрничаешь. Всё клоуна из себя изображаешь. Ваншлаг захотел, да? Как же тебе не стыдно. Хоть бы мать свою пожалела. Ты посмотри, мать у тебя какая. Красивая, добрая, чуткая. Заботится о тебе. А ты не слушаешь мать твою. Скажи мне, что с тобой делать? Как на духу, Семен Петрович. По-мужски скажу вам. Скажи. Вот бы у меня отец, вот как вы, вот достал бы ремень, выпаривал бы на меня, как сидоровую козу. И башкой ещё натоптал, чтобы я был послушным, нормальным парнем. Ну вы мне никто. Маша, Сергеевна. Сеня Петрович. Колечка. Сыночек. Как же это? Мы же с твоей мамой давно решили пожениться. Да всё не знали, как тебе об этом сказать. А тут ты сам. Вы так счастливы, Коленька, так счастливы. Так вы чё, как бы, немножко, немножко. Раз в квадрат твою гипотенузу. И сейчас, Николай, я, как твой новый отец, готов заняться твоим воспитанием. Что ты там про ремень говорил? Ты чё, сказал, красивый. Я ничего не говорил про ремень вообще. Как это ничего не говорил? Я пошутил. А по поводу выпороть? Сыночка, Петрович, может, водички? Лучше конечку. Сыночка. Не переживай, Машенька. Маман, повлиять. Будет быть аккуратно, но сильно. Семён Петрович. А ну-ка, иди сюда. Папа, это не наш метод. Это не наш метод. Прекрати. А ну, иди сюда, мерзавец. Спаси нас тебя. А ну, я тебя сейчас. Погни нас тебя, сына, спаси нас. Дорогие мои, вот такое новенькое трио. По-моему, замечательное. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...